Мошенники используют методы социальной инженерии. Им не нужно взламывать программы или похищать смартфоны в метро. Все, что им нужно, это просто начать беседу с человеком. Жулики буквально ломают мозги. Схема обмана всегда разная, но их цель – выманить ваши деньги. В качестве жертв выступают люди вне зависимости от возраста. Обмануть можно не только доверчивую пенсионерку, но и прогрессивного молодого человека. Мой сегодняшний гость даст практические советы, как не стать жертвой мошенников. Это программа «Прокурор в теме». Я представляю гостей в студии, исполняющей обязанности прокурора города Самара Юрий Юрьевич Сапрунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем. Что делать, если все-таки стали жертвой мошенников? Ну и куда обращаться? Ну, вообще, изначальная цель правоохранительных органов, наверное, все-таки превенция, превентивные способы защиты, профилактика таких преступлений. Ну, если уж получилось так, что вы стали жертвами, в отношении вас совершено преступление, то, безусловно, первое, что нужно сделать, это обратиться в ближайшее подразделение полиции. Да. Соответствующим заявлением, написать соответствующее заявление. У вас его обязаны принять, выдать вам соответствующий талон, подтверждающий прием этого заявления. Вот. И как последний день сложилась практика, сразу опросить вас. Вот. Как правило, уголовные дела по факту мошенничеств, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями, возбуждаются в первые трое суток проверки процессуальной. Вот. Поскольку сами по себе эти преступления, они специфичны, в июне месяце было принято решение о создании двух подразделений в отделе дознания при ОМВД по городу Самара и в следственном управлении по городу Самара, которые занимаются расследованием непосредственно именно вот таких вот преступлений. Поэтому эти подразделения находятся в городе Самара, располагаются они по адресу Мариса Тереза, 12, поэтому в случае необходимости потерпевший всегда может обратиться. Именно. По этому адресу, да. Спасибо. Но вот все-таки какова раскрываемость данного вида преступлений? Какие трудности возникают при их расследовании? И, пожалуйста, расскажите, какие все-таки меры в связи с этим предпринимаются органами прокуратуры? Ну, я уже говорил о том, что сам по себе состав, он очень сложный, специфичный по расследованию. Ну, если приводить примеры, то сейчас, например, в подразделениях по расследованию таких преступлений находятся 56 уголовных дел в стадии расследования. За отчетный период 2021 года раскрыто всего лишь 100 преступлений при ущербе в 45 миллионов рублей. То есть это очень много. Безусловно, есть определенные сложности при расследовании этих уголовных дел. Это связано с самими событиями. У нас компьютерные технологии, они развиваются ежеминутно. Вредоносные программы, которые сейчас, они, мне кажется, разрабатываются ежечасно. И сама возможность вскрыть это преступление вот в этом киберпространстве, в интернете, очень сложно. Здесь, безусловно, необходимо взаимодействие. Взаимодействие, взаимодействие кредитными учреждениями, взаимодействие с контролирующими органами. И вот здесь вот вступает прокуратура, как координатор этой деятельности, которая и налаживает это взаимодействие, координирует работу правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений, направлении этих дел в суд во взаимодействии с контролирующими органами в целях усиления борьбы вот с такими видами преступлений. Юрий Юрьевич, вот все-таки расскажите, пожалуйста, про алгоритм действий совершения преступления в отношении потерпевшего лица. Вы совершенно верно заметили, что информационные технологии идут семимильными шагами вперед, и компьютерные вот мошеннические программы появляются каждый день. Но все-таки какие новые виды преступлений, с которыми вам пришлось столкнуться в вашей практике, сегодня имеют место быть? Расскажите, чтобы наши уважаемые телезрители не попались на уловки мошенников. Вы знаете, по большому счету все вот эти преступления, связанные с IT-технологиями, они новыми не становятся. Также идет взаимодействие на сознание и на подсознание человека. То есть вводит его в стрессовую ситуацию. Вести его в стресс очень несложно. Человек, который переживает за свои сбережения, узнав о том, что в отношении его денежных средств, возможно, имеются попытки хищения, либо уже похищены, сам автоматически входит в эту стрессовую ситуацию. Правильно? Конечно, согласна с вами. И дальше уже он начинает доверять человеку, с которым он разговаривает по другой линии. И, соответственно, рассказывать ему о своих данных, данных своих карт, выдавая коды. А имея такую информацию, снять денежные средства, сами прекрасно понимаете, это не проблема. Да. Плюс опять мы сейчас в последнее время стали выявлять такие факты хищений, когда появляется заведомо ложная информация на сайтах Авито, Юла. Да. Когда люди выкладывают в качестве рекламы для реализации товар, который, в принципе, у них не существует. Лжереклама. Я вот буквально на прошлой неделе утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, где потерпевшими 18 человек было по всей России. И группа лиц выкладывала на сайте Авито информацию о реализации щенков, по-моему, порода шпиц. И при этом в виде задатка для приобретения этих щенков была сумма в размере 25 тысяч рублей. Вот 18 человек заплатили эту сумму, после чего объявление было снято с продажи, ну и, соответственно, лицо исчезло. Поэтому очень много способов. И все это связано с тем, что людей вводят в заблуждение. Спасибо большое. Но вот все-таки какие группы лиц наиболее подвержены данным преступлениям? Я вот очень часто вижу в средствах массовой информации, да буквально каждодневно такие заметки появляются. Пенсионерка перевела 5 миллионов рублей. Там пожилой человек перевел 1 миллион рублей. Также и молодые люди попадаются на уловки пенсионеров. Но почему, когда столько сейчас говорится о том, что не нужно доверять мошенников? Проверьте, пожалуйста, данные, когда вам звонят. Почему все-таки люди попадаются на эти уловки? Ну вот первым делом, когда звонит незнакомый человек, вот лично у меня, я сразу думаю, это мошенник. Вот как вы считаете? Ну, я сомневаюсь, что у нас преступники набирают номера телефонов именно конкретных людей, зная, с кем они будут разговаривать. Звонки поступают всем. Я скрывать не буду, мне тоже поступают такие звонки, мне тоже звонили. Но все-таки более подвержены. Это люди, наверное, старше 55 лет. То есть по голосу мошенник понимает, что человек пожилой и начинается здесь... Плюс они прекрасно понимают, что это люди, которые все равно меньше разбираются в этой информационной безопасности. У них есть определенные сбережения, которые они откладывали на протяжении длительного периода жизни. Им есть за что переживать, чем дорожить. И, соответственно, ввести их в состояние стресса и потом воспользоваться этим намного проще, нежели это какой-то молодой человек, который в этом все равно что понимает. Ну вот когда вам позвонили мошенники, как вы общались? Как вы поняли, что это мошенник? Ну, когда меня стали спрашивать про мой расчетный счет и сказали о том, что у меня списание денежных средств такой-такой-то суммы, но у меня просто их нет. Поэтому я понял, что... Я начал с ними разговаривать спокойно, и они поняли, что... И бросили трубку. Продолжаем разговор. Кто занимается все-таки расследованием данных преступлений? И вот чем отличаются кражи с банковских карт и какие-то еще виды преступлений на сегодня распространенные? Расскажите еще об этом, пожалуйста. Ну, как я уже сказал, занимаются этим... Расследованием этих уголовных дел занимаются два созданных, вновь созданных подразделения. Это подраздели отдел дознания и отдел следствия. Все они находятся в подчинении городском. То есть это городские подразделения. Хищение денежных средств с банковской карты отличается тем, что... Ну, если хотите, даже можно на примере. Да. И это было бы здорово, потому что, когда приводятся примеры, это сразу наглядно. Можно как-то вот на свою ситуацию привести. Это тоже уголовные дела, мы утверждаем обвинительные заключения, по ним направляем в суд. Элементарно идет человек, увидел, лежит банковская карта. Так. Берет банковскую карту. Сегодняшней платежной системой мы знаем, что приобретая продукцию на сумму менее 1000 рублей, вводить какие-то дополнительную информацию, код и так далее, не нужно ничего. Соответственно, он идет по магазинам и, пройдя 7-8 магазинов, покупает продукцию на 6-7 тысяч рублей, чем причиняет ущерб. Другая ситуация. Телефонный звонок. Позвонили по телефону, представили, сообщили о хищении, ввели в ситуацию паники. Стали узнавать, выяснять данные карты, код и так далее. Человек все рассказал. При таких условиях, зная всю эту информацию, доступную, никаких проблем нет, у меня денежные средства. Та же самая кража. Ну вот стоит ли мошенникам доверять свои персональные данные, хотя мы сейчас их сообщаем везде, если где-то регистрируемся, различные способы связи и так далее. Вот персональные данные стоят... Ни в коем случае, ни в коем случае, никакие персональные данные, тем более те, которые зашифрованы на банковских картах, сообщать никому нельзя. Более того, если вы нашли банковскую карту, не нужно идти с ней по магазинам и расплачиваться. Вот, казалось бы, Юрий Юрьевич, ведь я же нашел, я ее не украл. Она лежала в магазине или на дороге, я нашел. Вот это тоже ответственность? Совершенно верно, потому что на банковской карте есть данные лица, кому она принадлежит. Единственное, что нужно сделать, это просто взять и отнести ее в ближайший отдел полиции. И все. Но люди у нас размышляют немножко по-другому. И потом они идут и покупают продукцию себе. Потом это приводит к уголовной ответственности. Какой? Хищение с банковской, с расчетного счета, это часть третья, это пункт Г, часть третья, статьи 158. Это преступление тяжкое. Срок наказания до 6 лет лишения свободы. То есть, купив продуктов на 6 тысяч рублей, мы можем лишить себя свободы на такое же число. Скажите, в нашем городе часто происходят такие преступления, о которых вы сейчас сказали? Ну, это основной массив из структуры, вот именно преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Вот, хищение с банковского счета и мошенничество при приобретении на сайтах. Вот, вы знаете, еще такие бывают случаи. Я, кстати, один раз тоже лично столкнулась, когда ошибочно люди переводят деньги. Ну, к примеру, должны были перевести одному лицу по номеру телефона, банк, онлайн, цифры одной ошибки человек и деньги поступили. Мне позвонили, сказали, вот ошибочно вам перевели, я, конечно, перевела сразу назад. Ну, бывают и другие случаи, когда люди не переводят. Скажите, это тоже ответственность? Если вы случайно перевели денежные средства другому лицу, нет. Я не вижу здесь ответственности, но это гражданско-правовые отношения. И на сегодняшний день, та практика, которая складывается, она вполне позволяет эти денежные средства вернуть обратно. Мы просто опротестовываем эту транзакцию, то есть эту сделку по перечислению денежных средств, обращаемся с соответствующим заявлением в банк, который выдал вам банковскую карту. После чего банк, соответственно, обращается уже в платежную систему с таким же требованием. Ну, а если человек, которому ошибочно перевели деньги, отказывается их вернуть, вот здесь уже наступает какая-то ответственность? Ведь все же данные есть, и найти этого человека несложно. Я считаю, что здесь в каждом конкретном случае нужно разбираться, как минимум в причинах, по которым он не хочет, либо не может вернуть денежные средства. Хорошо. Продолжим разговор о телефонных мошенниках. А все-таки, если это не только звонок на телефон, а на электронную почту приходят уведомления, вот как кажется, с официального сайта, как здесь реагировать, как понять, что это не сайт-двойник, не сайт-подложный, и можно доверять вот этому электронному письму, которое, как правило, приходит не на рабочую даже, а на личную почту? Ну, здесь, наверное, в первую очередь нужно исходить из того, что если приходит какое-то письмо с сайта, который хочет дублировать, наверное, сайт какой-то более серьезной компании, то сначала нужно обратить внимание на название этого сайта. Потому что мы же с вами понимаем, что, изменив любой знак припинания в том же самом названии сайта, это уже будет другой сайт, не принадлежащий компании, с которой вы хотите заключить договор. Обращайте внимание на название сайта. Ну и плюс ко всему смотрите условия по реализации продукции, потому что на всех крупных торговых площадках всегда у покупателя есть возможность оплатить продукцию при поступлении ее, а на сайтах, в лжи сайтах-дублерах, как правило, берут сразу оплату полностью, без наличным расчетом, переводом на другие карты. Но все-таки каким образом происходит борьба с вредоносными интернет-сайтами и какое-то отношение к этому прокуратура имеет? Конечно, ну, основной способ борьбы – это блокировка таких сайтов. Этим и мы занимаемся, направляя соответствующие заявления в суды. Этим занимаются и те компании, которые, в отношении которых создают вот эти вот сайты, создают эти сайты, лжи сайты, дублеры, потому что они тоже дорожат своей репутацией, они тоже обращаются в суды с закрытием этих сайтов, для закрытия этих сайтов. Вот этим занимается и Роскомнадзор. Вот. Кстати, это вот по заказу именно Роскомнадзора была разработана программа. С 2015 года она работает на просторах интернета, можно так сказать, которая мониторит сайты, сравнивая их с сайтами, которые внесены в реестр запрещенных сайтов. Вот это программа работы уже с 2015 года. То есть со многих сторон ведется борьба с интернет-сайтами-мошенниками, и все равно, все равно мошенники продолжают свою деятельность и продолжают обманывать людей. Вот я хочу спросить вас, если на территории нашего города в случае совершения хищения из банковских карт, можете привести пример из практики. Скажите, пожалуйста, Юрий Юрьевич, а вот вам лично приходилось общаться с обманутыми людьми? Что они говорят? Как их мотивировали, чтобы отдать крупные суммы? Ну, конечно, мне приходилось с ними общаться, потому что они потерпевшие по уголовным делам проходят, и они приходят с заявлениями в прокуратуру города и в другие прокуратуры, где я до этого работал. Понятно, что это очень сложные дела, и они очень тяжело раскрываются, поэтому они очень часто приходят с жалобами вот на такие моменты. Я уже говорил об этом. Их вводят в заблуждение путем доведения до стрессовой ситуации. Их пугают о том, что у них похищены денежные средства. Говорят им о том, что необходимо срочно заблокировать вашу карту. Но для этого нам нужны ваши персональные данные. Человек, естественно, переживая за свои денежные средства, сообщает эти данные. Происходит хищение. Какие бы вы советы сейчас могли дать? Ценные советы, толковые. Вот что нужно сделать в первую очередь, может быть, там, один, два, три пункта, чтобы обезопасить себя от мошенников? Вот поступает, к примеру, звонок. Что делать дальше? Вот все должны прекрасно понимать, что ни одно такое мошенничество не совершается без действия потерпевшей стороны. То есть, если мошенничество совершается, то совершается только по тем данным, с учетом тех данных, полученных именно от потерпевшего. Не надо никому ничего рассказывать. Не надо ни с кем вступать в диалоги. Потому что мы прекрасно знаем, что если с нашей карты происходит списание либо попытка несанкционированного списания, мы об этом и так узнаем посредством тех же самых сообщений. И первый, кто нам позвонит, это сотрудник банка уже совсем с другого номера, которому не нужны наши данные, потому что они у него и так есть. Соответственно, те персональные данные, которые имеет человек, гражданин, нельзя распространять. Но откуда у мошенников база данных такая? Ведь когда звонят, обращаются исключительно по имени, отчеству, зная, что ты клиент именно этого банка, вот здесь каким-нибудь тоже образом ведется борьба с прекращением хищения персональных данных? Ну, конечно. Я же еще раз говорю, это сейчас компьютерные технологии, они настолько быстро развиваются, что требуют, соответственно, модернизации и нашей работы, и контролирующих органов. Все это найти на торговых площадях, на интернет-площадках. Они ведь с учетом вот этих вот программ вредоносных и получают эти все сведения. Плюс никто не говорит о том, что эти преступления совершаются в одиночку. Все уголовные дела, которые направляются, вот именно связаны с хищениями, с мошенничеством, с телефонным мошенничеством. Они же совершаются в группе лиц. Группа лиц, организованная преступной группой. Поэтому откуда появляются данные, с учетом наличия такого большого количества участников в преступной группе и наличия этих вот программ, я думаю. Скажите мне, пожалуйста, если все-таки вы стали жертвой мошенников, но есть ли у людей все-таки шанс вернуть свои денежные средства? Или это практически нереально? Нет, конечно, есть. Если мы говорим о хищениях с расчетного счета, то это в рамках уголовного дела может быть заявлен гражданский иск. Человек признается гражданским иском. Соответственно, потерпевший, да, потенциальный журик, признается гражданским ответчиком. И в рамках расследования следствием всегда принимаются меры, если это возможно, обеспечительные меры для последующего возмещения причиненного ущерба. И после удовлетворения исковых заявлений в ходе рассмотрения уголовного дела в порядке исполнительного производства ущерб возмещается. Если мы говорим о таких хищениях, как я приводил примеры, когда продавали животных через сайт Авито, здесь я тоже уже говорил о возможности опротестовывания вот этой вот транзакции, сделки. То есть здесь тоже заявитель обращается в банк, в заявительном порядке обращается в банк, в банк обращается в платежную систему, платежная система делает возврат операции. Хорошо. Вот вы знаете, есть еще один такой любопытный момент. Я заметила в своей практике и в жизни моих многих знакомых вот поступали номера, звонки с неизвестных номеров, которые длится буквально 2-3 секунды. И сразу обрывается звонок. Можете сказать вообще, на что это рассчитано? И мошеннические это звонки в том числе? Я сомневаюсь, что это связано с каким-то мошенничеством, потому что, как я уже сказал, мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, они связаны с двухсторонней работой. То есть один позвонил, а другой ему все рассказал. И поэтому, если вам позвонили, а так понимаю, диалога не было, это просто позвонили и сбросили, то это, скорее всего, либо какая-то может быть реклама, либо может какой-то спам-звонок. На что еще стоит обратить внимание вот при сегодняшнем нашем разговоре, на нашу очень актуальную и злободневную тему, что ни в коем случае еще не нужно делать, когда поступают различные звонки с телефонов, когда приходят письма на электронную почту, ну или еще какие-то. Ведь не только телефонное мошенничество сейчас распространено, но и также в дверь могут позвонить и также прийти мошенники. И в дверь могут позвонить, прийти, и по телефону позвонить. В первую очередь нужно быть аккуратным. Все документы, которые поступают на электронную почту, все телефонные звонки, которые поступают на телефон, нужно внимательно оценивать. Ни в коем случае нельзя паниковать. Это однозначно. Потому что, как я уже говорил, стрессовая ситуация не должна возникнуть. Здесь не помощник. Поэтому спокойно, здраво оценивать ситуацию. Никто, кроме нас самих, не сможет нас защитить, обезопасить в плане его контакта непосредственно с мошенником. Только мы сами можем понять, подумать и не отдавать ничего, никому ничего не рассказывать. Да, и не сообщать ни в коем случае свои персональные данные и данные банковской карты. Вот в нашем разговоре вы сказали, что идет модернизированная работа в прокуратуре как раз выявления мошеннических действий. В чем заключается эта работа? И что вообще было сделано прокуратурой за 2021 уходящий год именно в этом направлении, Юрий Ильич? Вы не совсем правильно меня поняли. Не прокуратура занимается модернизацией какой-то работы. С формированием следственных отделов, отделов дознаний, нами выполняется здесь больше координирующая роль. Координация работы этих следственных подразделений. Мы проводим семинары, соответственно, мы собираем практику по всей Российской Федерации, готовим информационные письма. Последняя наша работа, мы разработали алгоритм расследования. Но, как вы понимаете, мы разработали алгоритм в середине 2021 года, а к концу 2021 года появились новые преступления. Соответственно, и вот эта работа уже тоже требует новой модернизации. Соответственно, мы сейчас опять проделываем заново всю ту же самую работу, чтобы новый алгоритм разработать, сформировать, чтобы помочь. И причем этот алгоритм, он направлен не только на помощь следствию, но и на предупреждение, профилактику для людей. Юрий Юрьевич, ну что же, наше время подходит к концу. Программа «Прокурор в теме» — это последняя в этом году. В следующем году обязательно встретимся и будем продолжать говорить на эти и многие другие очень злободневные темы. Но я хочу предоставить вам заключительное слово. Конечно, что бы вы хотели пожелать жителям нашего города? Ну и, конечно, я думаю, что вы захотите сказать несколько слов поздравлений с наступающим Новым годом, пожалуйста. Спасибо. Я с удовольствием поздравлю всех жителей Самары, Самарской области, всех жителей граждан Российской Федерации, потому что я сам не из Самарской области. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, я хочу пожелать вам спокойствия, я хочу, чтобы, конечно, такие передачи нужны, чтобы они были, но чтобы они вас не касались. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну что же, обязательно увидимся в Новом году. Ну а вы, уважаемые телезрители, ни в коем случае не дайте себя обмануть. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова